Всем привет! Это Таня Матаня на канале Позитивная Идея. Продолжаю свою рубрику, что лучше. И сегодня сравниваю два чайника, потому что мой немножко пришел уже в негодность и требует замены. И мы выбрали вот такой вот чайничек. Это Raymond. Видите, он там с современными функциями. Немножко я про это расскажу, но в основном я буду не как эксплуатацию его рассказывать, а как сравнение. У нас был вот этот вот замечательный чайничек Витёк. И он у меня с регулировкой температуры. То есть я могу вскипятить ту температуру, которую я хочу. Я могу поддерживать температуру, которую я хочу. То есть мне это очень устраивало. Он стеклянный. Сразу скажу, стеклянная колба это великолепно. Никаких пластиковых колб я не приемлю, чтобы запах какой-то был. Все это мне не нравится. Он меня устраивал просто очень устраивало. Но сейчас такой же не купишь у Витёка. У них какие-то дорогие, не знаю, навороченные функции. А вот именно этой модели не купишь. Потому что я бы прям, когда взяла, и точно такой же бы купила. Что у меня произошло этому чайнику больше 5 лет? 5-6? Я где-то не помню. И у него, видите, вот ручка. Стала отходить ручка. Дальше со временем... Вот я не вижу, как вот это вот показать. Вот здесь вот пошла... Видите, может, я открою. Сейчас пустой. Пошла. Вот видите, вот по периметру, вот там, коррозия. У меня стоят фильтры. Никогда не было у него внутри накипи. У меня никогда. Во-первых, за счёт стекла. Во-вторых, за счёт того, что у меня фильтр осмос стоит. Всё обещаю про него рассказать. Как-нибудь расскажу. Меня всё устраивало. Никаких вопросов. Колба стеклянная. Ну, чуть-чуть она греется. Но когда трогаешь, всегда руки приемлемы. И как-то не было у нас... У меня маленькие дети с ним выросли. И никогда не обжигались. Никогда ничего. Ручка удобная. Никогда ручка не выгревалась. Всё мне нравилось. Что теперь здесь? Потому что, когда я перехожу на новый чайник, я начинаю сравнивать. И вот здесь у меня очень много вопросов. Значит, первый вопрос. Это такой, знаете, мелкофункциональный. Вот эта вот пимпочка. Это открывать. Вот какая умная голова решила, что вот это вот должно быть блестящее. Вы понимаете, что это будет всегда заляпано с одного же касания? Я не этом не понимаю. Здесь была вот такая вот система. И меня она устраивает. Видите, уже всё потемнело. К самому времени. Ой, господи. Дальше. Видите, насколько плотно, хорошо закрывается вот эта крышка. И эта крышка, вот смотрите, она прям болтается. То есть, вот она. Здесь такая щель. Ну, ладно. То есть, вот прям реально такая хлипенькая. Ну, ладно. Пусть хлипенькая. Может, на функциональность это не влияет. Лишь бы она не сломалась со временем. То есть, сделана прям хлипенькая. Не за цену, которую он есть. То есть, чай не пахнет металлом. Всё нормально. Всё мне нравится. Так. Какие моменты меня не устраивает? Здесь, видите, колба. И это сделано для того, чтобы вода сохраняла температуру. То есть, здесь сделан, ну, как бы такой, как эффект термоса. Возможно, между здесь воздух, скорее всего. Да. Вот это вот расстояние. Дополнительная колба. И он действительно хорошо держит температуру. Долго не остывает. И можно поставить режим подогрева температуры. Я искала только, чтобы у меня была регулировка температуры. То есть, после того чайника. Это действительно очень классно. Чуть-чуть подогреть воду, а не полностью её кипятить. Тем более, кипятить второй раз – это вредно. Так вот. И из-за того, что здесь колба, здесь не видно, сколько воды в чайнике. И вот приходится всё время заглядывать, либо как-то, знаете, визуальный контакт. Здесь я всегда это видела, и меня это не напрягало. Когда я покупала, я не совсем было понятно. То есть, здесь есть вот такая вот штучка. И я смотрела, смотрела на картинку, по интернету покупала. И мне всё-таки показалось, что вот здесь будет показан уровень воды. Ничего подобного. Это датчик температуры. Потом я про него расскажу. То есть, нет. И это напрягает. То есть, мало того, что у меня крышка эта весит, что она заляпывается. Крышка болтается. Но ещё я её должна всё время открыть, чтобы посмотреть, сколько там воды. Так. Первый, значит, такой недостаточек. Дальше. Вот из-за чего я покупала. Это вот эта регулировка. Так вот, как она работает? Она работает следующим образом. То есть, если вот здесь. Одним движением я нажала на этот чайник, и всё. И он сразу закипел. То есть, я, чтобы включить чайник, один раз нажимаю. Здесь, ну, для того, чтобы нажать, мне нужно сначала два, три. Потому что, ну, вот эти основные. Это если у вас, вы ребёнку кашку подогреваете. Знаете, бывает залив кашки на 40 градусов. Ну, вот для таких функций. Это вообще материнская такая тема. Регулировка температуры нагрева. Так вот, три раза нажал, и потом четвёртый. То есть, каждый раз, чтобы включить чай, это вы знаете сказать. Я, кстати, убрала пиканье, потому что он ещё пикал. Всё. Вот он пошёл нагреваться. Когда он нагревается, вот он включился, вот этот вот датчик. Видите? Почему я думала, что это всё-таки вода? Потому что он светится только наполовину. Видите? А вторая половинка, она, как бы, ну, просто дырка. И вот, в зависимости от того, насколько он нагреется, он будет менять цвет. То есть, он будет сейчас желтеть, потом, вот видите, зеленеет. Это он, значит, чуть-чуть нагрелся. Он показывает. Вот это вот иллюминация, это баловство. Лучше бы мне здесь показали уровень воды. Вот видите, 75 градусов. Если бы это было больше, то он бы пожелтел, потом покраснел. Ну, то есть, показал воду. И меня это реально напрягает. Потому что функционально вы в день несколько раз чайник нажимаете. И сто раз в день вы должны заглянуть, посмотреть уровень воды. Видите, вот эта заляпанность. И чтобы нажать вот сто раз это. Поэтому, ну, спорные очень эти моменты. Если бы из-за карантина я вот не стала обходить магазин и всё щупать своими руками. И понадеялась на онлайн. Поэтому, вот, мой отзыв, может быть, кому-то поможет выбрать. Потому что, на самом деле, обзоров чайников очень мало. И отзывов всё-таки маловато. Следующая функция, которую я хотела бы рассказать, это вот этот вот телефон. Так вот, это работает с Bluetooth. И я когда покупала, в принципе, просто не было, вот, например, модель, чтобы была температура. И вот этой штуки не было. Ну, то есть, она сразу была. Ладно. Муж у меня в восторге, значит, от этой штуки. Я говорю, ну что, будешь запускать свой телефон с телефона, пока лежишь в кровати? Запустил чайник. Он, да, буду. Ничего подобного. У Bluetooth очень маленькие зоны действия. Извините, вы сидите на кухне. И это, вот, знаете, это из страны. Раньше был нехочуха, знаете, вот тогда. Какой нехочуха? Вот, чтобы руку протянуть и включить. Потому что ты сидишь за столом и дотянуться до чайника, включить, это вообще реально для этого Bluetooth не нужен. Но нет, нужно сидя, значит, залезть в телефон и включить чайник. Но это баловство. А если действительно из другой комнаты, то вам нужно дополнительное устройство. Вот сейчас я его покажу. Вот оно как выглядит, называется. Gateway. Видите? То есть, к этому чайнику нужно купить вот эту штуку дополнительно. Тогда вы можете уже удаленно и включать чайник уже, как в умном доме, через Wi-Fi, через вашу систему, через телефон. Установите приложение и там подъезжаете домой. Включили чайничек. Ну, знаете, уж совсем это. Потому что чайник достаточно быстро нагревается. Но, тем не менее, вот вы можете удаленно или лежа в кровати, значит, удаленно включать чайник. Ну, не знаю, насколько это всё. Но сейчас эта тема модная, как бы это больше продвигается. То есть, сейчас никто не думает, что мне неудобно сто раз на кнопочку нажать. А вот в телефоне всё удобно. Но зато через телефон я отключила вот эту вот пикующую функцию. Муж, вернее, мне отключил. Прямо это счастье. Так что, какие-то хоть плюсы от этого есть. Ну, конечно, здесь всё это красиво. Всё это невообразимо красиво. Так, сейчас я покажу поближе модель на коробочке, чтобы вы видели. Raymard Smart Home. Ну, видите, вот умные дома. Скитл. Так что, вот так вот. Кто-то скажет, выпендриваешься, придираешься. А кто-то, вот когда помучается, как я, я несколько дней, у меня даже была мысль, а может быть мне его сдать. А потом я уже залезла, когда выбирать другие. Я поняла, что в каждом есть, значит, какая-то вот штуковина. И просто, знаете, мне уже нужно было возврат оформлять. То есть, если бы я потратила побольше времени, ну, у меня его не было. Надеюсь, у вас время есть, вы не будете торопиться. И, ну, просто поймёте, согласны ли вы вот на такие мелкие нюансы при работе такого чайника, или вы не согласны. Всё, всем пока. Это Таня Матаня. Ой, называется, ни у кого не завалялся новый вот такой чайничек. Ребятки, это прям моя любовь. А это моя вот, я не знаю, ну, неудобно. Очень много неудобств. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok